Друзья, всем привет! Это видео родилось само собой, потому что не так давно зашел разговор о машинках для домашних закруток. Кто какой машинкой пользуется. Я сегодня хочу вам рассказать вот о тех машинках для домашних заготовок, которыми пользуюсь я. Это машинки для домашних заготовок полуавтомат. Они так и называются. Вот есть старенькая машинка полуавтомат, но она служит верой и правдой. А это уже более современная версия домашней машинки для домашнего использования, для домашних заготовок. Тоже полуавтомат. В общем-то все машинки служат долго, верой и правдой. Еще вот не так давно приобрела вот такую машинку. Она совсем недорогая. Вот спиралька. Но вы знаете, когда я ей затручиваю крышку, у меня всегда создается такое ощущение, что крышку можно бы еще подкрутить. И вы знаете, мне это ощущение не подводит. Я всегда проверяю вот эти свои новые машинки, вот этой старой машинкой полуавтомат. И да, еще крышечка немножко подтягивается. А все потому, что вот эту машинку первую, она такая тяжелая, хорошая машинка. Ну, знаете, как отрегулировали здесь. Вот можно ее отрегулировать, но это уже, как бы, кто знает, как отрегулировать и что. Нам подрегулировали ее, и она вообще отлично закрывает крышки. Потому что, как сказали, банка одного производителя будет купать, крышка от другого. Ну, в разных местах. Я вот еще, знаете, как собираю банки. Вот, допустим, вот была томатная паста, это отличная баночка, полулитровая. Ходовая такая баночка для заготовок. Отлично, я вот ее помыла и буду использовать под заготовки. Обычная крышка с резинкой. Я, знаете, еще помню, покупали отдельно вот такие крышки и отдельно к ним резинки. А сейчас уже крышки с резинками. Ну, знаете, иногда надо смотреть. Я раньше тоже, когда вот так торопилась, сразу, а в некоторых крышках нет резинки. И тогда не получится ее закрутить. Ну, принцип полуавтомата вот такой машинки очень простой. Сначала крутим по часовой стрелке до упора. Хоп! Закрутили до упора. Дальше уже не двигается. И мы можем не переживать, что мы там докрутили, не докрутили. И теперь крутим против часовой стрелки. До тех пор, пока машинка... Я просто на примере, как бы вам показала, как должно быть. Конечно, друзья, можно было бы показать... Вот собираюсь сварить варенье и можно было бы показать. Ну, вот знаете как? Когда быстро нужно это сварить заготовку, горячую раскладываешь. Тут же нужно закрутить, проверить, как закрутилась эта крышка. Ну, в общем, я решила снять отдельное видео, чтобы уже акцент сделать именно не на заготовках, не на рецепте, а именно на машинке. Чем мы закрываем? Это очень-очень важно. И нужно обратить внимание, когда мы выбираем машинку, что это, в общем-то, машинка, это залог успеха хранения наших домашних заготовок. Еще я буду очень рада, друзья, если вы поделитесь со мной информацией о том, что, может быть, есть вот эти новые, современные машинки, более современные, чем, в общем, можно закручивать наши домашние заготовки. Я буду рада послушать ваши советы, ваше мнение. Что скажете, друзья? Так, дорогие друзья, еще небольшое послесловие. Есть, вот я вспомнила, сейчас вот сходила, взяла. У меня есть еще вот такое приспособление. Вот, в общем-то, по идее, ее назначение, вот этой штуки, открывать винтовые крышки, уже домашние заготовки. Но, вы знаете, не получается открывать вот эти штуки, вот эти винтовые крышки. Может, мы их очень сильно закручиваем. Вот, в общем, не получается. И еще вот у меня вам такая просьба, друзья. Расскажите, поделитесь, может быть, есть какой-то определенный секрет, как вот этой штукой можно пользоваться. Вот, дорогие друзья, что я для вас сегодня хотела донести. Я надеюсь, этот короткий видеообзор был для вас полезен. Дорогие друзья, всего вам доброго. Благодарю вас за внимание. И в добрый час, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok